всем доброе утро пятница 1 ноября я сейчас еду заняться немного своей машиной а именно поеду пройду техосмотр пришло время не позвонили с моего техцентра ну как позвонили не сегодня позвонили примерно неделю назад и сказали что не надо приехать поставить машину чтобы они провели т.о. что работает что работает плохо и сделать починку я буду ехать ставить машину на техосмотр сегодня пятница короткий день поэтому машину мне сделают достаточно быстро я записан на 9 часов сейчас время 833 ехать не совершенно недолго поэтому если будет открыт уже сервис центр сейчас то просто попью кофе когда приеду этот сервисный центр в котором я обслуживалась находится в моем городе не это очень круто что никуда ехать не надо смотрите какая ворона сидит на урне так и 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 Я живу в центре Израиля. Ну как? Он не совсем маленький, но и не сильно большой. Сколько? Ну может тысяч, двадцать, тридцать тысяч жителей в этом городе всего лишь. Не больше. Статус города он получил, если не ошибаюсь, только в прошлом году. Когда отметка жителей города перевалила за двадцать тысяч. Я уже на месте. Ко мне выходят сейчас сотрудники, записывают мою машину. Я, наверное, попью кофе, посижу здесь. Вот это сервис Киа. Я здесь постоянно обслуживаюсь. Вот, кстати, кофе здесь можно себе сделать. Так, есть черный кофе, я так полагаю. Да, это черный кофе. Черный кофе я пью без сахара. Промазал немного, надо вытереть. Надо все-таки вытереть. Вот сюда вот. Вот даже трапочку возьму. Вот сюда вот. Это, кстати, мусор. Так, вытащим. Горячую воду нальем. Отлично. Кстати, в шаббат, то есть в субботу, завтра, на опять Иран удачает атаковать Израиль. Это так. Просто я вам говорю к сведению. Так, вот комната отдыха. Теленизер здесь есть. Игры. Печенюшки. Можно взять. Посмотрим новости пока. Там и делать все проверки. И ремонты. В таких местах обязательно стоит кофе, либо же чай. Это обязательный ритуал. Тут лежит так же книжка Танаха. У меня такая же книжка была. Все школьники должны носить вот такую книжку с собой, когда есть уроки Танаха. Это уроки доисторических времен, когда царь Соломон был. Все вот эти войны. Точно такая же у меня книга была. Вот так все это выглядит внутри, без картинок, только надписи. Это мой кофе. Точно такая же уроки. Вчера я сидел и делал психометрию, целых два часа, и те, кто когда-нибудь проходил психометрию в Израиле, понимает, что это, и насколько это запутано, плюс в психометрии были некоторые вопросы по логике и математике, поэтому, когда я устал из этого экзамена, у меня голова лопалась. Плюс это все было необходимо делать на время, тебе давались вопросы, к примеру, 20 вопросов, и 20 минут, чтобы решить эти вопросы. По одну минуту и на каждый вопрос. Это логика, это психометрия, думать, гадать, решать было сложновато. Если же ты когда-нибудь проходил психометрию, пиши в комментариях. Но это не только 20 вопросов. Там 20 вопросов по одной теме, 20 вопросов по одной теме, 60 по другой, 45 по третьей. И в общей сложности, если не ошибаюсь, было около, не около, а 10, 10 тем было. И от 20 до 60 вопросов в каждой теме. И давалось определенное время на это все, чтобы сделать. Сейчас нужно забрать посылочку. О, пришла помятая малец. Вот такая вот. Приехал помыть машину, а здесь такая чередина сумасшедшая стоит. Ну, придется ждать, потому что машина у меня грязноватая. В этот раз у меня что-то очень большой счет. Выставили 1458 шекелей. Вот это вот стоимость работы. Это все запчасти, которые надо было бы заменить и также масла залить. Тут топливный фильтр, масляный фильтр, воздушный фильтр, масла. Вот это вот все стоимость. И в итоге такая вот сумма получается. Но я решил не делать ТО в этом сервисе официальном. Я уже созвонился с другим сервисовым центром. И я поеду сделать там, потому что, насколько я знаю, эта цена в три раза выше той, за которую можно сделать ТО в обычном центре. Вот, получается, ТО в обычном центре можно сделать за 539 шекелей, включая все вместе взятое. А здесь только работа стоит 539 шекелей, не включая запчастей и маслов. И масел, точнее. Вот, а в обычном, неофициальном центре можно сделать все, включая работу и запчасти, и масла за 539 плюс-минус шекелей. Ну, конечно же, плюс мам. Мам это налог 17%, что выходит все равно значительно дешевле, чем вот эта вот сумма. Так что, поеду делать туда. Такая вот цена прохождения ТО в официальном сервисном центре, плюс все запчасти. Теперь вы знаете, сколько стоит пройти ТО в официальном сервисном центре. Машина, кстати, с 2016 года. Это уже не совсем свежая, но все равно дорого. Поэтому стоит всегда искать, что ли сделать. И по-любому можно найти. Вот. Так что, будете знать. Ставьте лайк. Подписывайтесь на видео, если еще не подписаны. Комментируйте, сколько, за сколько, по какой цене вы делаете техосмотр в своей машине и плюс замена запчастей или деталей, как правильно. И наслаждайтесь моими дальнейшими роликами. Кстати, есть возможность поддержать канал. Кнопочка супер спасибо под этим видео. Сердечко с долларом внутри. Можно стать спонсором канала и поддерживать канал на протяжении, точнее, каждый месяц. У нас есть три уровня спонсорства. И каждый из этих уровней дает некие приятности для моих спонсоров. И мне будет приятно. И вы будете получать бенефиты. Спасибо. Спасибо.